МОЛДОВА Четыре года назад Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Не все были за, но те, кто лоббировал этот шаг, уверяли, что он исключительно позитивный. На госучреждения повесили голубые звездные флаги, и страна стала ждать, когда мы заживем по-европейски. Итак, сбылись ли обещания тех, кто обещал нам европейский рай? Построили ли мы Европу у себя дома? Приблизило ли нас это соглашение к вступлению в ЕС? Каково отношение у самих европейцев к Молдове сегодня? Вот вопросы, которые нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Сегодня в гости я пригласила людей, которые, как я рассчитываю, будут отвечать на мой вопрос, потому что я уверена, что это весьма подготовленные люди. Депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова, еще и эксперт в сфере экономики Владимир Головатюк. Добрый вечер! Добрый вечер! Виталий Гамурарь, пресс-секретарь Демократической партии Республики Молдовы, эксперт по юридическим вопросам. И вам здравствуйте! Добрый вечер! Поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, первый вопрос, на который я прошу вас ответить максимально коротко, насколько это, конечно, возможно. Очень важный вопрос и очень простой. Сбылись ли обещания тех, кто подписывал, а потом и ратифицировал это соглашение? Да или нет? Вы спрашиваете, что я могу сказать частично, потому что нужно исходить из того, что мечты, которые были у тех, кто подписывал, и ожидания от граждан Республики Молдова. И тут нужно учитывать те ошибки, которые были сделаны властью, начиная с 2014 года, те проблемы, с которыми столкнулась Республика Молдова и наши граждане. И в некотором случае, которая подорвала доверие наших граждан к европейской интеграции. Это ощущается сегодня. Поэтому на власти лежит обязательство вернуть это доверие к гражданам к европейской интеграции на конкретных примерах, на доказательствах, на фактах того, что жить можно и становится лучше, и должно быть лучше. То есть частично сбылись обещания? Спасибо. Господин Головатюк, сбылись ли обещания? Любые обещания, тем более в области внешнеполитических соглашений, они должны приводить к изменениям, к реальным изменениям. И что самое главное, они должны приводить к изменениям в жизни людей. Раз, в жизни бизнеса. Два, в жизни государства. В целом, три. С этой точки зрения, к сожалению, обещания не сбылись. И мы помним, что предшествовало подписанию соглашения. Страну готовили, общественное мнение готовили, различные неправительственные организации. Правительство как-то ушло в тень. Но их агенты, они будоражили, что все будет классно. Экономический рост, снижение цен, рост доходов, зарплаты. И все будет очень-очень хорошо, к сожалению. В общем плане, эти обещания не сбылись. Давайте тогда рассматривать эту ситуацию по различным сферам. И главное все-таки это экономика. Потому что, когда готовилось подписание этого соглашения, именно на это напирали те, кто был сторонником нашего сближения с Европой и вот этого первого шага. Вот смотрите, данные экономических прогнозов, которые тогда делались, согласно им, в краткосрочной перспективе внедрения соглашения с ЕС, что у нас должно было быть? ВВП Молдовы должен был увеличиться на 3,2%. Экспорт обещали на 14,8%. Импорт на 6,4%. Заработная плата должна увеличиться на 3,1%. А потребительские цены уменьшатся на 1%. Это вот то, что я нашла. Сейчас Владимир Иванович наверняка будет какие-то свои цифры нам предлагать. Ну вот, было так. А что стало, Владимир Иванович? Ну, стало с точностью до наоборот. К сожалению, экономика, вот моя любимая фраза, экономика не дура. И на экономические результаты оказывает влияние самый широкий спектр обстоятельств. И не всегда чисто экономические, в том числе и политические. Поэтому здесь произошло наслоение одного фактора на другое. Ну, та же кража миллиарда. Повлияла она на экономические результаты, на экономическую ситуацию? Конечно. Почему она произошла? Тут важно понять. Я думаю, наши граждане очень хорошо это понимают. Подписание соглашения об ассоциации было своего рода освещение всего, что делает и будет делать власть. То есть, ребята, все нормально, вы под мониторингом, вы наши. И таким образом, вот этот момент, он наказал эту властную элиту. Почему? Потому что рейтинг Евросоюза, мы видим, был более 70, 75% был. И он сократился. Ну, если было в два раза, теперь немножко подрос. Но все-таки. Итак, что они рисовали? Я не буду говорить про проценты. Значит, двузначный рост экспорта, снижение инфляции, то есть, снижение цен и, тем более, снижение инфляции. Экономический рост. Так. Это, я не говорю, что двузначный, но минимум 5-6%. Хлынут в страну иностранные инвестиции, прежде всего из Европейского Союза. Увеличатся реальная заработная плата, доходы населения, рабочие места и так далее и тому подобное. Что произошло на самом деле? У нас сократились темпы роста молдавской экономики, причем сократились существенно. В нулевые годы это было порядка более 6% в год. До подписания соглашения об ассоциации было 5,4%. После подписания соглашения 2,8%. Два раза получается. Ну да, фактически, если брать с нулевыми, то есть с 2000 по 2008 и сравнивать то, что произошло после 2014 до включительно 2017 год. Иностранные инвестиции сократились катастрофически. Вот по сравнению с тем, что было, они сократились, реальный приток иностранных инвестиций в капитал сократился. Иностранные инвестиции было почти 500, стало 40. Вы представляете? Да, это очень существенно. То есть это огромное падение. Да, экспорт. Вот тоже очень интересно. Когда не было соглашения об ассоциации, когда не было свободной торговли со странами Евросоюза, ежегодно экспорт в Евросоюз прибавлял по 22%. Я перепроверил, аж не верится, 22 каждый год. После подписания соглашения об ассоциации 9%. Это учитывая, что вот в 2017 году был достаточно серьезный рост экспорта. Всего 9, было 22. Без всякого соглашения, без всякой зоны свободной торговли. Сейчас 9. Реальные доходы, они увеличивались, ну минимум на 10-12% реальные доходы в год. Сейчас это сократилось практически в два раза. Сократилось количество салариаций, вот людей, которые получают заработную плату, реально. Сократились реальные доходы населения. Сократились реальные расходы населения. Я говорю в целом по включительно 2017 год. Пока что рано говорить про текущий. Поэтому экономические показатели. Нет, рост есть. Я говорю, что да, действительно, рост есть. 9% рост экспорта, это рост, конечно, рост. Но было 22. Рост ВВП есть? Конечно, есть. Но было 6, стало 2,8. Да, в последние годы 4,5-4,7. Но, собственно, экономика, создание товара, которая создает основу устойчивого развития, а следовательно и устойчивого решения социальных проблем, нету. Страна не развивается. Ну это так вот. Я поняла. Господин Гомбарь, вы же помните, сколько у нас было ожиданий связано, да, с подписанием этого соглашения. Я вот помню, когда в эфир ко мне приходили сторонники Евроинтеграции, они мне все время говорили, вот вы увидите год-два, и вы увидите, как экономика Молдовы себя покажет. Вот я слушаю сейчас цифры господина Головатюка, и, честно говоря, я не думала, что так все плохо. Ну, знаете, я выскажусь немного по-другому, потому что я все-таки буду исходить из того, что экономический вопрос нельзя рассматривать, ну, в принципе, было сказано, не в контексте и политических аспектов. Потому что я всегда был сторонником Европейской интеграции, еще в те времена, когда, в принципе, о Европейской интеграции мало что говорили. Но это связано, опять же, с моим детством и со всеми этими влияниями. Но при этом я не был таким оптимистом ни в 2013, ни в 2014 году. Я хочу сказать, что мои друзья по юристам международной, с которыми я общался из Киева, по поводу украинского вопроса, они также не были такие оптимистичные. Но они тоже всегда были сторонниками Европейской интеграции. Потому что мы исходим из каких-то конкретных вещей. Я всегда проводил параллель, потому что я изучал хорошо страны Магреба, которые также подписывали определенные договоры с странами Европейского Союза. Но, опять же, традиционно те страны, которые имели тесные отношения. Будь то Марокк, Тунис, Алжир с Францией, будь то другие страны. Но каждый раз на это влияет политический фактор. То, что произошло в 2014 году, конечно, это большой успех, подписание договора. Но, к сожалению, слишком много было ожиданий от этого договора прямо в первые годы. А, к сожалению... Так эти ожидания, извините, подогревали те, кто, собственно говоря, этот договор подписывал. Я, как вспоминаю, интервью господина Лянко, который был тогда премьер-министром, который, собственно, подписывал. И какие он давал комментарии. Понимаете? То есть, конечно, люди это слушали, и они ожидали. Я так понимаю, что в любом случае такие такого рода комментарии. Потому что я также, когда меня спрашивали, я всегда говорил о том, что я за подписание дано договора. Я понимал, каковы проблемы, опять же, в политическом аспекте. И в том числе юридического характера, который в этом договоре. Более того, я знаю практику восточноевропейских стран, которые подписывали договоры. Я не был уверен сто процентов, что наши делегации отстаивали наши права в рамках договора. Я знаю, как проводит переговор Европейский Союз. Очень жестко и практически предоставляет себе этот документ. Пусть, Пенгамурария, откройте тайну. Наши хоть прочитали до конца все соглашение? Ну, по крайней мере, с теми... Когда подписали? Извините за вопрос. Нет, я скажу, потому что с теми, с кем я общался, вот из МИДа или те, которые непосредственно... Которых я всегда считал хороших специалистов, я знаю, не только читали. Они, в принципе, пытались внести изменения или вносили некоторые изменения. Но, опять же, фактор является... Я, честно говоря, не говорю про политический класс, если они все прочитали до конца или нет. Теперь надо, опять же, вот эти четыре года нужно разграничивать на два периода. Это до 2016 года и после 2016 года. Потому что те проблемы, с которыми столкнулась Республика Молдова и те проблемы, с которыми столкнулся Европейский Союз после 2015 года, они в обязательном порядке оставляют свой отпечаток, в том числе и на экономическом росте, на проблемах, которые есть в Республике Молдова. Я смотрю немного в этом аспекте с другой стороны. Потому что я разговаривал с некоторыми производителями, но в основном это производители, которые я очень рад был. После 2015 года появилось большое количество экспорта, 15% ежегодно, количество экспорта винодельческой продукции. И это качественная винодельческая продукция. Вы имеете в виду экспорт в страны Европейского Союза? В страны Европейского Союза. Этот момент я его рассматриваю с точки зрения, потому что я разговаривал с своими российскими знакомыми, друзьями, которые занимаются этим бизнесом. Мне не говорят, что благодаря тому, что вам открыли этот рынок, вы начали производить качественные вины, и мы сейчас тоже заинтересованы вашей продукцией. То есть этот вопрос нужно рассматривать. В основном, Галатюк смеется, мы сейчас ему предоставим слово. Почему? Я видел, в принципе, сейчас вот те туры, которые проходят в Республике Молдова, от чего еще год-два назад не ожидали, когда из различных не северных стран и западноевропейских стран, которые приезжают, туристы узнавали именно после подписания этого договора, было интересно, что такое Республика Молдова, это нечто новое, потому что винные пути Испании, Франции, Италии, они хорошо известны. Но это, опять же, является возможностью экспорта и возможность в том числе и туристического аспекта. То есть нужно рассматривать в комплексе этот вопрос. Так, поняла. Вы почему-то вас повеселило. Да, этот аргумент, он всегда меня удивлял. Я не буду говорить смешил. Вот в Евросоюз отправляем качественное вино, а вот в Россию отправляем некачественное вино. И что это, Россия виновата? Что мы, извините за вражение, бодяжили? Нет, не Россия. Я и сказал, что благодаря тому, что появилась конкуренция, мы можем экспортировать хорошее качественное вино туда. На российском рынке сейчас огромная, очень высокая конкуренция. И вернуть то, что было, невозможно уже, к сожалению. Но я приведу, чтобы наши телезрители понимали порядок цифр. Мы говорили, я говорил и 10 лет назад, и 5 лет назад, и сегодня говорю, европейский рынок по традиционным экспортным нашим товарам никогда не станет альтернативой российскому рынку. Очень, конечно, может быть было бы и хорошо, но не станет. В лучшие годы мы экспортировали алкогольные продукции в Российскую Федерацию на 250 миллионов долларов. Сегодня в Евросоюз мы экспортируем 49 миллионов. Вот порядок, вот соотношение. Столько же, кстати, сколько в Белоруссию. Весь Евросоюз и Белоруссия. То есть, надо это понимать. Очень часто, Людмила, говорят, вот огромный рынок, 500 миллионов ртов. Ну, хорошо, а нашим людям что от этого? Бизнесу что от этого? А вы знаете, я поставлю вопрос проще, чтобы вот телезрители понимали. Давайте так вот, если вот вы говорите, вина еще конъюнктура, которая сложилась, почему вот у нас так вот все это экономически, ну, я не знаю, вот очень плохо получается. Говорили, нам нужно найти свою нишу. Вот у меня к вам обоим вопрос. Мы нашли свою нишу. Я не смеюсь, а зачем ее искать, если она у нас была? Ну, вот в Евросоюзе мы уже искали. А, я вам скажу, что говорят в ответ. Вот я сейчас выполняю работу господина Гаммурари, он скромно молчит. Я вам скажу, что говорили в ответ. А вот вы помните, как россияне в 2007 году, вот что они с нашими, значит, винами, что произошло при Воронине, вот поэтому вот возможно нам... С 2005 года началось. Да, с 2005 года началось. Вот, понимаете, вот что говорят в ответ. А что произошло до 2005 года? Почему этот партнер поступил так, таким образом? Почему? Напомню. Мне дальше выполнять вашу работу или вы будете... Нет, я просто выскажусь, потому что я, например, просматривал и в 2005 году, когда было введено эмбарго, я возвращался из одной командировки. И... В каком году? В 2005 году. В 2005 году, когда велось, я помню, я из Минска возвращался с конференции. И как раз тогда меня мои... Ну это, да, в марте месяц... Белорусские друзья спрашивали, и я говорю, ну, в принципе, я рассматриваю это немного оптимистично, с точки зрения, что наконец-то появится конкурентность, и наконец-то вот хорошее вино появится в том числе... Да, было модное слово диверсификация. Нет, я сейчас говорю про конкуренцию, потому что появление, открытие этого рынка, европейского рынка, это не потому, что нас там ждут. Я понимаю вообще хорошо, за каждый рынок нужно бороться. Я знаю, как пострадали или как выходили ситуации Венгрия, выходила ситуация Словакия, Словения, выходила ситуация Хорватия, у которых традиционные были вина. Но, по крайней мере, создание конкурентной среды, оно дает возможность тому, что, в принципе, выигрывают в том числе и наши граждане. Потому что качественный продукт, который появляется, раньше на качество смотрели много меньше. И в данном случае, потому что вы правы, когда вы говорите про российский рынок. Я помню, когда в Москве или в Санкт-Петербурге в магазинах, я говорил, что, ребят, вы не можете наши вина в том состоянии 2005 года покупать, потому что вы их покупать не будете, потому что рынок совершенно другой, требования совершенно другие были. Тем же яблоком, тем же продуктом, потому что поляки уже приручились, тем требования уже были в рамках Европейского Союза. То есть для Республики Молдова это трудный период, это не так легко. Но это создает возможность конкурентности для того, чтобы этот продукт нашел свою нишу. И он находит понемногу свою нишу. Я не могу понять, зачем надо было отказываться от российского рынка, ну мы говорим уже про алкоголь в данном случае, для того, чтобы вдруг обратить внимание на европейский рынок. Это неправда. Я был в 95-м году в Лондоне, и там я видел на прилавке в обычном магазине Шардонеди Лахенчешт. Было оно. И в переводе на доллары это было где-то порядка 5 долларов бутылка, я помню, переводил тогда. То есть оно было молдавское вино, оно экспортировалось туда. И конкуренция, пожалуйста. Просто, я не знаю, я не хочу давать характеристики нашему производителю, не всем. Не всем. Ну, тут тоже понять. В 2001-2002 году пошла массовая приватизация винпунктов. Все эти винпункты стали винзаводами. Раньше было 10 винзаводов, которые действительно производили качественные вина. И пошли. А тут сотня. Сколько у нас винзаводов? Больше сотни. Все они производят качественное вино. Или мы покупали жмых из Аргентины и прочие, разбавляли водой, и дальше не для телевидения. Вы понимаете, и мы это называли вином? Нет, это не вино. Кто нам мешал продавать качественное молдавское вино? Поэтому оставим эту тему. Россия сделала то, что должна была сделать, наверное, и раньше. Но почему? Помогла нам в этом смысле? Конечно. Я из этого и схожу. Что, в принципе, благодаря этому эмбарго появились инвестиции, появился качественный продукт, который можно продавать, в том числе и на западном рынке. Но никто не мешает нам продавать его на восточном рынке. Извините, я хочу глобальный вопрос. У нас первая часть. Вот глобальный вопрос. Итак, соглашение об ассоциации – это международное соглашение. Это внешнеполитическое заявление, если хотите. Мы ниже подписавшись, договариваемся и так далее. Значит, с кем должна страна заключать такие приоритетные международные соглашения? С теми, куда смотрит экономика. То есть, внешнеполитические соглашения… Там же есть интерес. Конечно, прежде всего, экономический интерес. Если в стране, например, есть достаточно помидор, яблок, вина и нет газа, значит, она должна строить свои приоритетные внешнеполитические отношения не со странами, где полно вина, помидор, яблок, а с теми, где есть газ. И в которых есть спрос на то, что мы производим и то, что мы можем производить и продавать. И с этими странами мы должны выстраивать приоритетные отношения. Мы должны, ну, если хотите, пусть простят меня некоторые не сторонники, ну, танцевать танец маленьких лебедей. Понимаете, ключевое слово «маленьких». Мы маленькие, мы танцуем по отношению к этим странам, да, но другие танцы. Танец с саблями Хачатуряна. Ключевое слово «сабли». Но неправильно это. А потом мы говорим, вот они такие-сякие. Я бы посмотрел, если бы было какой-то политический демарш в отношении Германии. Как бы она поступила? Ну, во-первых, речь о том, что данное соглашение – это международный договор, который подписан, естественно, Республикой Молдовы. Правы здесь со странами Европейского Союза, был ратифицирован в соответствии со всеми положениями. Есть определенные обязательства, есть права для Республики Молдова. Но я здесь использую слово, которое вы использовали, я даже не думал о них, диверсификации, потому что это есть смысл. Нормальное слово? Нет, ну, понятно, просто я говорю, повторяю слово. Этот договор даже близко не предусмотрен, не направлен против какого-либо другого государства. И та возможность, например, я никогда, я всегда был сторонником того, чтобы была альтернатива. Я приводил пример балтийских стран, когда Литва была, 95% зависела от газа, который завозился из Российской Федерации, это было естественно. И цена была такая, диктовали именно вот этот танец со стороны Российской Федерации. И потом, когда пошла диверсификация, те же самые россияне опустили цену, то есть снизили цену на газ. И это вот появляется, потому что когда есть альтернатива. Если у нас нет альтернативы, мы всегда остаемся связанными с газовой трубой, связанными с одним рынком. Альтернатива есть всегда. И данный договор является альтернативой для Республики Молдова. Я хотел бы тоже, вы правы, я не буду далек от мысли, что европейцы, авторы этого соглашения, нацеливали нас против кого-то, и в данном случае против Российской Федерации. Вот, позвольте я вас перебью, я по теме, я перебиваю. Вот, что говорил премьер-министр Юрий Лянко перед подписанием. Он говорил так. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС не повлияет на отношения Молдовы с Россией. Об этом он заявил в ходе встречи с замглавой Министерства иностранных дел России Григорием Карасиным. То есть, понятно было, как Россия к этому относится. Россияне честно нам сказали о своих страхах, они сказали, что они боятся того, что у нас будет реэкспорт, они переживают о том, что у них появятся яблоки молдавские, которые на самом деле польские, и много-много чего. Я хочу вас спросить, вот смотрите, не повлияет на отношения Молдовы с Россией? Гастан Гаммурарь, честно, вот повлияло на отношения с Россией или нет? Ну, надо исходить из того, что внешняя политика Российской Федерации, она традиционная, это еще со времен Советского Союза, действует по принципу, даже если об этом не говорят всегда, кто не ставит тут против нас. И в данном случае мы видели реакцию, которая была по отношению к Украине, по отношению к Республике Молдовы. Не было такая реакция, но здесь есть определенный сдерживающий фактор. Но, к сожалению, потому что... Что-то я не понял, о чем вы. Нет. Сдерживающий фактор, но это принесло. Нет, про Украину, про это. Я привел примеры, какова была реакция Российской Федерации о том, когда некоторые государства пытаются проводить свою внешнюю политику самостоятельно и выходить из орбиты. Когда Украина металл, помните, они подписывали соглашение, то они не подписывали соглашение. Выходить из орбиты и из орбиты российской внешней политики. То есть это является важным фактором, потому что вы не найдете такого, опять же, говоря о том, что, например, та же самая политика Франции 60-70-е годы по отношению к своим бывшим колониям или по отношению к Алжиру. То есть вы сейчас к тому клонитесь, что Москва сама виновата? То есть все-таки давайте по очереди. Винов на многое стороны. Повлияло она отношения с Россией или не повлияло? Повлияло, потому что Российская Федерация изначально была готова к тому, что будет отрицательно... То есть повлияло, но виноваты они? Нет, я не говорю, что только они виноваты. Но нужно учитывать, что вина не только на Кишиневе. Каждый раз, когда есть определенный конфликт, вину нужно... Я всегда вину ищу в себе. Но вину нужно учитывать, что есть у обеих сторон. Не, ну это правильно. Но я не хочу даже сейчас считать, сколько раз Российская сторона говорила... Уважаемые, вы готовите какое-то там соглашение, давайте мы обсудим. Это было не единожды, это много раз было. А обсудим это не значит... Уважаемая Российская Федерация, мы готовим такое соглашение. Вы вас предупредили? Предупредили. Нет. Соглашение о зоне свободной торговли стран СНГ, которое подписал премьер Филат в 2011 году. И потом было ратифицировано, промульгировано президентом Республики Молдова. Ну, почти президентом Тимофтии. Оно появилось новое... Обычно говорят недопрезидентом. Ну, я не могу так. Я оценила, да. Значит, там появилась новая статья, что страна, член зоны свободной торговли стран СНГ, имеет право вступать в другие зоны... Вопросов нет. Но тут же есть приложение, в котором написано, что страна, член таможенного союза, являющийся членом СНГ, А, там же в договоре написано, что при этом страна, которая вступила в еще один блок свободной торговли, она должна провести консультации с партнерами по зоне свободной торговли СНГ. В приложении написано, что страна, которая не провела консультации, по отношению к ней могут быть включены защитные меры или компенсационные меры. И там же есть конкретные формулы, расчеты и так далее. Вплоть до ограничения и, соответственно, введения таможенных пошлин. Российская Федерация поступила в полном соответствии с договором, где, если перевести на простой язык, это означает, что Молдова, Республика Молдова приняла на себя обязательства по соглашению об ассоциации, находясь уже в рамках обязательств перед другими странами. Она приняла новые обязательства, не поставив в известность, не просто не поставив, не обсудив, ребята, это будет А, Б, Ц, Д. Мы производим это, мы будем продавать туда, мы будем продавать, они будут импортировать нам вот это, мы будем это сделать. То есть обсудить нормально по позициям, по товарным позициям, то, что должно было бы сделано. Поэтому Россия и включила. Ничего личного. Вы знаете, все стало ясно, когда господин Лянко спустя некоторое время очень честно сказал, когда мы подадим заявку на вступление в ЕС, мы тут же выйдем из СНГ. Было такое заявление, помните? Да, было такое заявление. То есть мы давали понять, что в принципе... Людмила, вы, может быть, в курсе, и коллега, может быть, в курсе, а вот наши граждане, телезрители уважаемые, точно не в курсе. Украина заявляла официально по поводу выхода из СНГ, да? Ни одного документа обращения нету. То есть это слова для внутреннего пользования. Нет, это единственное государство, которое вышло официально. Это Грузия, да. У них есть кабинеты, у них есть кабинеты в Таврическом, межпарламентская ассамблея СНГ в Санкт-Петербурге. Они в любой момент могут приехать, не уведомив никого. Просто взяли билет, приехали, заходят в свои кабинеты и начинают работать. А их никто не выводил, и они не обращались. То есть не все так просто. Экономика, я уже говорил. Я не хочу говорить, что просто, потому что с точки зрения, в том числе международного права, здесь в данном случае, когда ты подписываешь международный договор, и там есть положения, которые могут противоречить твоим другим обязательным, ты обязан начать переговоры, по крайней мере, ставить в известность своих партнеров о том, что ты заключаешь другое соглашение. Конечно. Это право государству. В любом случае, если такого рода не были сделаны шаги, то это другой вопрос. Вопрос о том, что реакция, которая была... Вы знаете, опять же, вот эти два блока, которые есть, Евразийский союз и Европейский союз, я всегда говорил еще в 90-е годы, когда еще было там про европейскую интеграцию, мало что говорили. Я говорю, ребят, значит, вопрос о интеграции в рамках бывшего Советского союза будет хорошо общаться тогда, обсуждаться тогда, когда Российская Федерация возьмет на себя ту роль локомотива, которую взяла на себя Германию при строительстве европейской интеграции в экономическом аспекте. Я понимаю, что много разговоров будет о том, что Германия, в принципе, заполонила рынки всех новых государств, и Польша, и Румыния, и так далее, стали просто рынком сбыта для немецких продуктов. Много было слышно. Но в любом случае, то есть, в каждом, в таком, в такого рода экономическом союзе есть государство, которое является локомотивом, которое ведет собой без политически, на первое место не ставится политический аспект, а в первую очередь экономический. Мы, к сожалению, в данном случае, мы очень часто говорили о том, о политическом аспекте, нам, который приводились. Людмила, один момент, потому что мы отвлекаемся, и могу уйти, и не отметить это. Коллега несколько раз уже сказал, что вот с подписанием соглашения об ассоциации вдруг Молдова, как вы сказали, вывесила европейские флаги. Да, все учреждения. Это не так, это не так. Молдова официально объявила о европейской интеграции еще за 10 лет до этого. В 2005 году. Еще был господин Воронин. Был план РМУЕ, Республика Молдова, Уния Европеяны. Этот план составлялся, ежегодно корректировался, он наполнялся финансированием. Но вы при этом видели на президентуре флаг ЕС, Владимир Николаевич вывешивал? Так в том-то и дело. Это план действий не являлся юридическим документом. Как это не являлся? План действий не подлежал. Потому что не было обязательств? Нет, он не подлежал. Это политического характера обязательств. Джентльмены гриммятся. Это разные вещи. Потому что договор об ассоциации это юридический документ, который накладывает юридические обязательства права обязательства. Вот тогда мы и сделаем вердикт по поводу соглашения об ассоциации. Очень хороший документ. Классный документ. Нужный документ. Но не нужно. Были в нем экономические обязательства. Они убивают экономику Республики Молдова. Это вывод. И он однозначный. Я могу привести конкретные данные. Молдова импортирует то, что сама производит. То, от производства чего живут сотни тысяч молдавских граждан. Она импортирует овощи. Вы понимаете? 20% валового сбора овощей это огромная сумма. И это в росте. Рост почти в 4 раза после соглашения об ассоциации. Рост в 5 раз по молочной продукции. Это импорт из стран Евросоюза. Сколько мы импортируем яиц с ростом. Мясо. Рост 60% это за год. Мясо птицы. Мы убиваем свои птицефабрики и импортируем из Европейского Союза мясо птицы. Я не буду говорить про молочку. Я уже сказал. Сливочное масло в 2,5 раза рост. Это что? У нас где сырзаводы? Владимир Иванович, у нас до этого было соглашение об ассиметричной торговле. Да. Да. Вот скажите, пожалуйста, при коммунистах они это добились. Я помню, считали это своим большим успехом. Скажите, пожалуйста, вот это могло стать базой вот это соглашение об ассиметричной торговле для того, чтобы мы дальше развивали наши экономические отношения со странами ЕС и не нужно нам было вот таких больших соглашений. Но ведь мы понимаем, что здесь больше политики в этом соглашении. Вот мне интересно. Могло быть такое? Извините, я отвечу, потом вам предоставлю. Ну да. Коротко. Если мы, почему Демидетский говорит так называемые партнеры и правильно говорит так называемые, если это реальные партнеры, если это друзья Молдовы, Молдова, ну, действительно говоря, чуть ли не самая бедная страна Европы. Ну, самая или на втором месте, оставим эти споры. Ну, действительно бедная страна, действительно переходная. Мы не закончили, не провели реформы, какие положено, ну, дайте нам глоток свежего воздуха и тогда будем работать. Ну, протяните нам руку помощи и сделайте эту асимметричную торговлю правилом в наших торговых отношениях. Так нет же, мы открыли себя в конкурентной борьбе перед многократно сильным соперником с заведомо известным результатом этой конкурентной борьбы. Мы проиграем. Бизнес закрывается и уходит. Что? То есть, можно было на основании этого, если бы подходить к этому, что называется, широко и по государству. Нужно. Нужно было. Господин Гамурарь, вы согласны, что все-таки не надо было нам, может быть, спешить с этим соглашением, а работать вот на базе имеющихся уже документов? Естественно, любой договор, который подписан, в том числе договор об ассоциации, он должен был учитывать, должен был строиться на том договоре, который был раньше. Это однозначно, потому что ничего заново нельзя создавать и не нужно создавать. Но вы же сами сказали, что договор об ассоциации является больше политическим. Я так его вижу, я понимаю, почему мы его подписали. Даже не потому, что мы хотели больших шагов в экономике. Понимаете? В том числе, для того, чтобы открыть свой рынок и в том числе для привлечения инвестиций. Никто не придется инвестициями в государство, где, в принципе, рынок нестабилен. Это здесь однозначно, бизнес во всех странах одинаков. И то, что в Республике Молдова среда была не самая лучшая, это было доказано. Но при этом, когда мы говорим о том, что есть определенные политические обязательства, когда есть определенные, то есть, опять же, на уровне институтов Европейского Союза, на уровне людей бизнеса Европейского Союза, люди, которые знают, начинают узывать Республики Молдова, и когда они говорят, хорошо, какие гарантии есть, вот этот договор об ассоциации является неким политическим документом, который гарантирует то, что в Республике Молдова... И кому он гарантировал за все эти годы, если не секрет. Вот с инвестициями пришли и сказали, все, вот у вас есть соглашение. Маленькая реплика. Господин Габураль, скажите, пожалуйста, когда в Молдову пришел такой финансовый гигант, как СОСИТ-женераль? Это практически то, что я спрашиваю, но другими словами. Когда пришел крупнейший банк Италии, Эксимбанк, Винетто банка. Винетто, группа Винетто банка. Когда были у нас и турецкие банки, БТР, или его танк называли еще. Когда румынские банки были не один, много. Когда про кредит. Это не инвестиции? Сколько у нас... Кто занимает первые места сейчас? Почему-то отодвинули Россию, бог с ним. Итальянцы. Понимаете? Итальянцы, немцы и так далее. Они что, пришли после соглашения об ассоциации? Нет. Поэтому могу, конечно, вспомнить дедушку Маркса, который говорил, дай нормальную прибыль, и нет такого преступления, на который бы капитал не пошел ради получения этой прибыли. Прибыль, двигатель, инвестиции, инвестиционное поле, правила, которые в этой стране, а не какая-то пресловутое соглашение об ассоциации, которое вылилось в кражи, в коррупции и так далее. Кража и коррупции это не зависит от договора об ассоциации. Это совершенно другое. Да, но это важный момент, потому что, смотрите... Так, а власть что, на Луне? У нас что говорили, господин Галатюк? У нас что говорили? У нас... Что для нас это? Это прежде всего стандарты. Вот мы подпишем соглашение, мы будем плотнее работать с европейцами, мы будем жить по их стандартам, и все у нас будет хорошо. При этом европейцы, они очень большое внимание все эти годы, вы как юрист, теперь мяч больше на вашей стороне, не можете не знать, что уделяли реформе судебной системы. Так? На каждой встрече с европейцами... Вот европейцы нам говорили, мы требуем реформу судебной системы. Много говорили. Теперь давайте так. Молдова справилась за эти годы с обеспечением верховенства права? Если бы не было всей той грязи, которая льется на судебную власть, на то, что происходит, я знаю этот вопрос, потому что я полтора года... Да, это ваш вопрос. Полтора года проработал в дисциплинарной комиссии, членом дисциплинарной комиссии в высшем совете магистратуры. И я могу сказать, что я говорил каждый раз, за полтора года не было ни разу давления, чтобы потом где-то по отношению к какому-либо суде и так далее. Мы видели, есть проблемы, причем были проблемы, есть проблемы по отношению к судям, которые работают начиная с 90-х годов, есть проблемы по отношению к судям, которые начинают работать. Это проблема не договора и не тех реформ, которые проводят в том числе Министерство юстиции. Слушайте, но деньжищ-то сколько вбухали в нас как раз европейцы, они же... Порядка 10 миллиардов долларов получила страна при этой власти. Вот это сумасшедшие деньги, они все время это требовали. Вот теперь мы можем ответить на этот вопрос, что у нас действительно Молдова обеспечила верховенство права. Даже близко нельзя говорить о том, что нужно сравнивать нынешнее положение с тем, что было 10-15 лет назад. А сейчас лучше или хуже? Конечно, лучше. Есть аргументированные решения каждый раз. Я говорю сейчас с точки зрения не того, кто выигрывает процесс или кто проигрывает, а с точки зрения аргументации и проведения процесса. Потому что есть четкая позиция, то есть мы уже ближе к тому, что тем нормам, которые происходят в Европейском Союзе, я приведу один пример. Я был экспертом в рамках одной из конференций, не в Республике Молдова, где я выступал и видел судей из некоторых стран, которые, в принципе, не понимали то, о чем мы говорили. Мы говорили по вопросу беженцев, то есть применяемость тех регламентов, директивы Европейского Союза. Когда я начал говорить о том, что, ребят, это же понятно, и мне сказали иностранные эксперты, говорят, подождите немного, у вас то же самое. Пока не уйдет нынешнее поколение, потому что они не привыкли к этому. Приходят новые, которые уже знают. И вот в этом смысле. То есть есть уже применимость тех положений, тех стандартов, которые мы часто говорим, и то, что касается международных стандартов, касается европейских стандартов. А определенные процессы... Вот я не думала, что вы так ответите, что стало лучше, но это ваше... То есть, чтобы не воровать, нужно, чтобы прошло два поколения? Нет, я не говорю о том, что не воровать, потому что человек, когда ворует, опять же, помните слова Высоцкого, Жеглова. Поэтому здесь вопрос немного по-другому. Я вот сейчас не стану спорить, я потом вопрос задам. Господин Головатюк, обеспечили ли мы верховенство закона после подписания соглашения? Как от нас, собственно говоря, требовали? Нет. Вы знаете, наш общий друг Демидетский любит всякие такие вещи. Слушайте, мы сейчас текаться будут просто в Валерии. Значит, власть говорит, давайте весь народ загоним в вагон, а мы, власть, будем раскачивать этот вагон, и у людей создастся такие впечатления, что мы едем. Понимаете? Так. Движение все, конечная цель ничто. Всерьез не занимались этим вопросом. Ну, что мы говорим? Одно и то же. Неизбежность наказания. Вы же лучше других знаете. Неизбежность. Что не знают, кто это делает? Кто по заказу что-то принимает решение, телефонное право и все остальное? Все это известно. Надо просто применить власть. И все. Реформа. Нет, я еще раз говорю, проблема не столько в соглашении об ассоциации. Про экономические обязательства я сказал, это бесспорно не должно быть. А с точки зрения всего остального, достаточно нормальные вещи. И спасибо европейцам, спасибо государствам, которые поддерживали Молдову не только с 2014 года, но и с 2005, с 2006. И есть какие-то изменения, но не в коня корм. Владимир Иванович, не в коня корм. Это хорошо сказано про поводу коня и корма. Все было бы как-то так понятно, если бы вот сами европейцы, а еще и представители Соединенных Штатов на этой неделе не дали такую жесткую оценку нашему правосудию, которую, я не знаю, наверное, у нас не ожидали. Это случилось после заседания наших судов по поводу валидации выборов. Но это нечестно они поступили. Я не говорю сейчас честно-нечестно, я говорю сейчас о том, как они оценили нашу судебную систему. Потому что это не выгодно сейчас. Общий вердикт, я сейчас не пытаюсь давать свои оценки, да, я говорю, что они оценили как политически ангажированные. Так, господин Гамурай? Ну, частично, мы видели декларацию. Мы видели, вот смотрите, что европейцы в своем общем релизе, это решение подрывает доверие молдавского народа к государственным учреждениям, и дальше вот американцы еще хуже сказали о том, что политически ангажированы. Вот смотрите, вот они считают, что несмотря на все вот это, вот наша судебная система, она такая, я не здесь не говорю об удивительных... Да нет, значит, отбирать полномочия у президента после того, как он был на знак, избран, но до того, как он вступил в должность, это нормально, это демократично, это все схавали, ой, извините, вот, съели. А тут вот понимаете, нет, я с ними согласен сейчас, но почему они раньше по таким же поводам не говорили это? Вопрос судебной системы, вопрос судебной реформы, это очень щепетильный вопрос, и здесь, вот в этом отношении, конечно, нужно учитывать, потому что одно политическое, политического желания здесь очень мало, потому что в любом случае, любое вмешательство в судебную власть, реакция будет еще жестче со стороны наших западных партнеров, и не дай бог, власть какая бы ни была. Ну, а как я вижу вмешательство? Мы же видим, например, эти судебные процессы, которые у нас явно, вот явно все понимают, что судьи коррумпированы, и какое вмешательство? То есть надо на это просто смотреть, не обращать на это? А когда мы проиграем дела в европейском суде по правам человека, как к этому? Ну, проигрывали дела всегда, и проигрывает не только республика Молдова. Но сейчас ведь не меньше. Нет, проигрывает не только республика Молдова. И те дела, которые проигрываются, это дела, которые еще тянутся. Я не хочу сейчас сравнить. Нет, вы извините. Проигрываются дела, потому что есть судебные ошибки, и так далее, но у нас проигрываются дела по тем делам, извиняюсь, которые... было понятно, что будет в европейский суд, и было понятно, что проиграем. Нет, понятно быть не может, потому что я, например, разговаривал с не одним судью европейского суда, которые говорили, что... когда мы спрашивали, насколько всегда обоснованы эти решения, они четко говорили, палата в Европейском суде, наверняка половина решения было бы, отменялись бы. Поэтому это индивидуальный подход в данном случае. И опять же, когда мы пытаемся, вот фраза, которую вы сказали, что всем понятно, что в суде конрумпировано, что решение неправильное. Я думаю, что 90% населения проработали, и, по крайней мере, прослушала курсы судебного процесса. Я как юрист, но я не процессорист. Когда говорим про судебный процесс, я знаю, как работают международные судебные станции, международный суд ООН. Вы понимаете, никак не может понять наше население, это когда опросы проходят. А потому что льется грязь на протяжении последних лет. Не потому что льется грязь, а потому что люди сталкиваются с судебной системой. И когда у нас идут опросы, у нас по степени доверия, уровень нашего доверия в судебную систему, он с каждым годом все ниже, ниже и ниже. А как это объяснить? Я говорю, я не являюсь адвокатом судей, даже никогда не был. Но при этом, если мы хотим, на самом деле, чтобы судебная система работала, чтобы судебная власть была на самом деле той властью, которая должна быть, и чтобы доверие населения вернулось, то нужно поощрять этот индивидуальный подход, но при этом контролировать. Для этого есть структуры, которые работают. То есть не политическая власть должна непосредственно решать вопросы, а есть структуры, которые будут в этом году. Я поняла, что это уже европейцы не очень довольны, как у нас идут дела. Теперь так. Изменилось ли отношение самого Евросоюза к Молдове после подписания соглашения? И если да, то в какую сторону? Разумеется, господин Головатюк, если можно более кратко отвечать, потому что времени совсем мало мне показывает. Я экономист, финансист, и я сужу по этим вопросам. А вы судите еще по высказываниям, они себе не отказывают. Значит, первое. За последние пару лет значительно сократилась доля безвозмездной помощи. И выросла, соответственно, доля кредитов. Это означает только одно. Но Европейский Союз, та элита, она недовольна. Она не готова, не согласна и дальше бесплатно поддерживать эту власть. Она поддерживает, потому что деваться некуда. Но кредитами Молдову поставили на счетчик, если по-другому. То есть это больше не страна история успеха? Да. Мы начинали, когда было подписание, нас называли так. Это чемодан без ручки. Поняла. Господин Гамуратюк, я опять же скажу о том, что нужно разделять на период 14-16 год и после 16-го по 18-й год. Потому что, да, на самом деле, первые два года и те кризисы, которым столкнулась Республика Молдова, конечно, подорвало доверие Европейского Союза к нам. Я говорил в самом начале, при этом подорвало доверие со стороны граждан к европейской интеграции. При этом зная, потому что граждане ожидали изначально, что мы начнем жить так, как европейцы, при этом не меняясь самим. То есть это основной вопрос, потому что так проходила Италия через болезнь, например, 70-80-е годы. Не, ну граждане не ожидали, что после подписания спустя пару месяцев они узнают о том, что украли миллиард. Так понятно, не ожидали. Европейцы не ожидали. Поэтому еще много моментов... Все цинично, что когда подписывали, эта афера готовилась. Вы понимаете? Готовилась в эти дни. Извините. Но при этом... Коротко я... То есть изменилось отношение? Последние два года в лучшую сторону. По отношению с первыми двумя годами. 14-16 год. Почему финансов не дает? Все-таки, если мы подписывали... Мы прошли 4 года. Мы хотя бы остались, как у них страна, история успеха? Или все-таки уже нет? Мы возвращаем свое доверие по отношению к Европейскому Союзу, но того, что было на 14-й год, на сегодняшний день нет. Уже нет. То есть все-таки мы немного спогадили. Почему они уже три раза переносят предоставление финансовой помощи? Ну, вы же знаете... Потому что каждый раз, последний раз премьер что сказал? Их не устроило решение суда нашего. Да. Приблизило ли это соглашение к вступлению Молдовы в ЕС? Господин Гомораль. Ну, я устала слышать каждый год у нас какой-нибудь политик все время говорит об этом. Я хочу знать ваше мнение. У меня по этому вопросу всегда один и тот же ответ. Значит, даже близкое это соглашение не может приблизить изначально. Оно дает шанс государству, которое выполняет свои обязательства и самостоятельно меняет все стандарты судебной власти, судебная система и все остальное. То есть, подходит под эти стандарты Европейского Союза и потом можно начинать переговоры о вступлении. Для меня не столько важен вопрос о вступлении Европейских Союзов когда-то был через лет 15-5-10. Для меня важно, чтобы мы на самом деле приближали вот эти стандарты, потому что я привожу пример Венгрии. Венгрия до того, как вступил в Европейский Союз, у них все стандарты, большинство, были уже в рамках Европейского Союза, потому что они после 90-го года, не дожидаясь, чтобы европейцы им говорили об этом, они начали менять, начали подходить под все эти стандарты во всех областях. А РМУЕ мы не то же самое делали. То же самое от того, что планы действуют от 2005-го года, потому что я сам писал об этом и в своей докторской, там договор и подписание, и ратификация статута Международного уголовного суда и так далее. То есть то, что есть положители по моей части, которые я всегда высказываю на этот счет. Да мы не критикуем все, что есть положительное. сделал господин Гамураль? Он очень расстроил господина Лянко. Потому что господин Лянко у нас всегда говорит и год называет. Людмила, в проекте соглашения в конце было при успешном выполнении Тири-Тири-Тири-Тири и Молдова ведет, как было сказано. Убрали этот пункт. Они убрали. То есть безусловное выполнение соглашения об ассоциации не приблизит нас к вступлению в Евросоюз. Разговоры о вступлении могут начинаться только тогда, когда мы на самом деле выполним все эти обязательства и мы сможем на равных вести переговоры. Разговоры о вступлении в Евросоюз могут начать только европейцы. Для этого надо их убедить, что мы готовы к этому. Мне кажется, интересная беседа у нас с вами получилась. Время вышло, мы даже немного перебрали. Но мне было важно именно задать те вопросы, которые я сегодня задала. Не поговорили мы еще по поводу того, как у нас с точки зрения индекса демократии, как мы показали себя за эти годы, по поводу ситуации с прессой, как у нас было интересно, скольких журналистов мы за это время выслали. Это тоже важно. Ситуация с правами человека, госинституты. Но я думаю, у нас будет с вами повод еще встретиться и поговорить, что на самом деле это очень важно. Результаты голосования видим у нас на экране. Владимир Иванович, у вас 662 голоса. За вы, наверное, были убедительнее. Господин Гамурарь, 19 голосов. Зато вы верите в евроинтеграции. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и участвовали в этом программе. Вы смотрели программу «Дело принципа». Всего вам самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова